17 апреля проекту школа Росатома исполнилось 10 лет. В этот день на Дальнем Востоке, на Камчатке, был дан старт событийному марафону. 28 апреля праздничная эстафета пришла в Железногорск. В этот день в нашем городе прошел общегородской день школы Росатома. Во всех школах прошли различные образовательные события, флешмобы и челленджи. Работали фотозоны и доски пожеланий. Прошли конкурсы рисунков. Ребята рисовали на бумаге, асфальте и даже при помощи 3D-ручек. А учащиеся станции юных техников в честь праздника запустили в небо водяные ракеты. Старшеклассники 101-й школы приняли участие в игре «Что, где, когда», все вопросы которой были связаны с атомной отраслью, предприятиями Росатома и проектом «Юбиляром». А участвовали в игре три команды учащихся 10-х и 11-х классов 101-й школы. Если вы поняли, то каждый вопрос, он сформулирован таким образом, что подсказку можно найти в самом вопросе, ну или как минимум ориентир. В гимназии 91 старшеклассники, учащиеся атом класса, приготовили для учеников пятых классов познавательные эксперименты и опыты. Пятиклассники, которым только предстоит изучать физику и химию, смогли на практике убедиться, что наука – это очень увлекательно, занимательно и интересно. В центральной городской библиотеке имени Максима Горького прошел атом-квиз, в котором приняли участие команды гимназий 91 и 96, а также школ 98 и 106. Надо ли говорить, что все вопросы викторины также были связаны с атомной тематикой и атомной отраслью России, которая в 2020 году отметила свое 75-летие? А какой заряд имеет ядро атома? Варианты ответа. А. Положительный. Б. Отрицательный. В. Нейтральный. Неположительный, неотрицательный. Г. Меняет заряд. То положительный, то отрицательный. Время пошло. Учащиеся в школу города смогли поучаствовать в квесте, который приготовили для них сотрудники музея горно-химического комбината. Погружение в атомную тематику было увлекательным еще и потому, что участникам квеста нужно было самостоятельно отыскать ответы на весьма непростые вопросы путевого листа. Гуляющий персонал завода быстрее вмещаться с собой. В одном из них ездил Хрущев. Правда. Да. Правда. Откровавка, у меня, к сожалению, крыша открывающаяся и возит. Правда. Это правда. Правда. И сегодня, конечно, не слышно. В этот день у школьников проходила не только зарядка для ума, но и для тела. Во всех школах и детских садах прошли различные спортивные соревнования, веселые старты и квесты. В сотой школе учащиеся четвертых классов соревновались в спортивном квесте на различных станциях, показывая свою силу и ловкость, а также умение работать в команде. Наша команда называется «Молекулы», и человек у нас было 10. Мне больше всего понравилось со скакалками. Прямо там прыгались. Еще, к примеру, были прыжки в длину или метание мяча. Метание мяча мне тоже понравилось. Я думаю, мы вылазились на максимум. В городском парке прошло первенство по спортивному туризму, в котором приняли участие более 100 школьников из 7 школ города. Участники на время преодолевали три переправы. По параллельным перилам, горизонтальный маятник и навесную. В итоге в общекомандном зачете первое место заняла команда «Лицея-102». Приветствует «Лицея-103 Гармония» из музея «Сибирский космос». Сегодня мы презентуем сборник, посвященный десятилетию школы «Росатома». В «Лицея-103 Гармония» прошла презентация спецвыпуска газеты «Школьный дом», посвященного участию педагогов и учащихся лицеев в мероприятиях и конкурсах проекта «Школа Росатома». На 60 страницах сборника яркими красками разместились статьи и фотографии, возвращающие нас в удивительный мир образования и творчества. Мы в этом проекте отдали должность всем членам-победителям, почти у каждого своей страницы, где побывал. Мы рассказали все, как отражался проект в газете «Росатома», в центральной московской газете, как отражался проект у нас в крае, в городе. В «Школе-95» прошла презентация передачи «Школьная перемена», снятый в видеостудии «Формат-95». В этой программе педагоги учащихся школ города, а также выпускники проекта «Школа Росатома» делились своими впечатлениями и историями, связанными с участием в этом образовательном марафоне, длящемся уже 10 лет. Почему видеоволонтеры? Откуда у тебя эта компетентность? Я участвовала в конкурсе «Школа Росатома», который называется «Росатомскул». Мы делали газету, и вообще «Медиа-волонтероп», наверное, это было как раз-таки для газеты. Я захотела сделать спецвыпуск по «Школе проекта». В администрации Железногорска прошел круглый стол с участием главы города, замглавы по социальным вопросам, заместителя генерального директора горно-химического комбината, представителей управления образования, а также самых активных педагогов – участников проекта «Школа Росатома». Они хотят себя проявить в разных вообще, даже бывает противоположных ипостатях. Это вот Баганов Алексей, 91-я гимназия, Дмитриева Ирина, гимназия 91-я, ныне выпускница, Игорь Гулаев Илья, 95-я школа. Ну вот вы, наверное, его помните, это тот товарищ, который по достижениям всех этих рекордов, он ездил на Северный полюс и флаг Железногорска, вот там, опять же, гордо разогрели. Все участники встречи поделились своим опытом и эмоциями от погружения в проект, а глава города подвел итоги участия Железногорска в проекте «Школа Росатома», а также наградил дипломами лидеров проекта, педагогов и образовательные учреждения. Есть серьезные достижения. Несколько раз Железногорск был победителем конкурсов Росатома, есть соответствующие кубки, награды и дипломы. Действительно, нужно болеть душой и сердцем для того, чтобы достигать таких результатов. Спасибо всем. Мы рассказали вам только о тех мероприятиях, где успели побывать наши корреспонденты. Многое осталось за кадром. День «Школы Росатома» в Железногорске стал большим праздником. И в конце дня наш город передал эстафету событийного марафона городу Снежинску. Смотрите, что у меня есть. Это символ города Снежинск. Именно в город Снежинск мы передаем эстафету событийного марафона. Мы поздравляем всех с юбилеем любимого проекта и желаем креативных событий и хорошей погоды. Мы поздравляем проект «Школа Росатома» с юбилеем. Желаем еще долгих лет жизни. Константин Яковлев специально для канала проекта «Школа Росатома» Атом ТВ. Продолжение следует...